Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гедон, и мы продолжаем проходить за гранью две души. Следующая глава называется «Расставание». И она уже будет проходить в далёком юношестве нашей дорогой Джоди. Готово? Да. Гоу! Да-да, я записываю. Соберись, Джоди. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Так, а что за предметы-то? Фото, монета, шкатулка. Ну-ка, фото. Хм, отложил. Видимо, нет. Монетка. Тоже нет. Или, может быть, Айдена нужно вызвать? Нет. Видимо, тоже нет. Нет. Так, а шкатулка. О. Айден, что-нибудь видишь? А вот это уже интереснее. Так, сейчас узнаем. Спасибо, пап. Красивая. Открой. Джоди. Ну как? Да, все нормально. Ты что-то видела? Ммм, сказать. Я видела девочку. Это ее шкатулка. Лора. Да? К Нейтану? Да, я передам. Нейтан, там некий Райан Клейтон пришел. Говорит, ты его ждешь. Да. Я. Я отойду на минутку. Да. Вот оно что. Кажется, у нее была дочь. Что же с ней случилось? Чем займемся? А, Джоди? Какие идейки у нас с тобой? Погуляем. Так, тут ничего. О, а может быть мне подслушать разговор? Так. Это, конечно, плохо, но интересно. Я ведь так ей и не сказал. Дайте мне время. Нет. Профессор Докинс, я заберу ее сегодня. Я... У меня приказ. Она же совсем ребенок. Я и мой ассистент. Вот и вся ее семья. Она и не подозревает, что ее ждет. Вот что. Докинс, я все понимаю. Я серьезно. Но приказ есть приказ, так? Приведете ее или мне идти самому? Да. То, что я думал. Джоди, зайди, пожалуйста. То, что я как раз таки думал случиться. Ну что, надо бы попрощаться. Нет. Видимо, еще рано. Ладно, я думаю, будет на это время. Пойдемте побеседуем с этим ЦРУшником. Красавчиком. Что... Что случилось, Нейтан? Ты расстроен? Джоди. Это Райан Клейтон из ЦРУ. Власти. Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе Кэмп Пири. Райан теперь отвечает за тебя. Ты поедешь с ним, Джоди. Сейчас. Я... Я не понимаю. Почему? Наш отдел принадлежит ЦРУ. Они с самого начала отслеживали твое дело. Они знают все про Айдена. Пожалуйста, Нейтан. Не дай им меня забрать. Джоди, я знаю. Это нелегко. Но ты должна понять, это такая возможность для тебя. Пускай гребаный ЦРУ идет нахер, потому что я никуда не поеду. Ну все, слушай, Холмс. Можешь играть в юную бунтарку, сколько влезет. Мне плевать. Ясно? Конор свой засунь подальше. Заткнись и делай, что говорят. Иди ты нахер, понял? Так, ну хватит, пошли. Так, ребятки. Джоди, ты что? Перестань, сейчас же. Прошу. Ради меня. Ладно, пойду соберу вещи. Эх, Нейтан. Много не бери. Тебе все дадут в Кемпири. А какой у него был выбор? Никакого. Как и у Джоди. Настолько прожила здесь. Нейтан уже для нее как отец. Ну что, возьмем что-нибудь с собой. Фото родителей. Хоть и не настоящих. Интересно, узнаем мы когда-нибудь, кто настоящий родитель Джоди или нет? Надеюсь, что узнаем. Да, печальное событие. Но без этого никак. Чертва ЦРУ. Всю жизнь девочки сломает. Всю жизнь. Что это? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. так что еще у нас есть не будет ценно что нибудь любимая что джоди посидим напоследок вот так вот жить с таким даром не иметь никакого выбора никакого в жизни быть такой сильный одновременно беспомощный ну ничего скоро это прекратится это прекратится но и заведет к тому же как мы уже знаем к нехорошим последствиям к очень нехорошим последствиям что джоди пора уходить пора уходить последний раз смотри на все и пойдем не волнуйся ты справишься чёрт я буду скучать по тебе принцесс я буду тебя навещать я тебя не прошу я всегда буду рядом нам пора да заткнись ты да вот так джоди и попала в цру дорогие друзья что же встретимся в следующей главе под названием ужин она будет происходить сразу после событий произошедших в посольстве на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки вступайте в группу вконтакте и советуйте друзьям всем спасибо и до следующей миссии в следующей миссии спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!